Развитие отрасли животноводства зависит от действий трех главных факторов. Это система селекционно-племенной работы, позволяющая совершенствовать стада животных. Это система кормления, сбалансированность, уровень кормления. И, наконец, разработка и внедрение современных индустриальных технологий производства, которые позволяют резко повысить производительность труда в этой отрасли и улучшить условия труда животноводов. Вот по этим трем направлениям и ведутся исследования и прикладного, и теоретического плана всех научно-исследовательских учреждений за технического профиля. В настоящее время разработана система так называемой крупномасштабной селекции, которая позволяет отбирать самых лучших в генетическом отношении быков производителей, накапливать от них гаметы, замораживать их, и потом использовать в любом месте и в любое время. Но здесь такая проблема, что вот используя гаметы быков производителей, мы, конечно, быстро повышаем генетический потенциал массы стад. Но, скажем, для того, чтобы быстро размножить уникальные генотипы отдельных коров, а коров есть, которые надаивают 10-12 тысяч килограмм, мы от коровы получаем, ну, практически в условиях 5-6 телят, в лучшем случае 7-8 телят за всю ее жизнь. Мы можем добиться того, что у коровы будет выделяться несколько яйцеклеток, и после их оплодотворения образуется не один или редко два эмбриона, а 5-6 и больше эмбрионов. Разработаны методы, как извлечь эти эмбрионы. Сейчас мы находимся в операционной, в Союзном институте животноводства, где животные готовятся к тому, чтобы извлечь ранние эмбрионы, то есть эмбрионы в ранней фазе развития. Эти ранние эмбрионы извлекаются, затем они подвергаются глубокому охлаждению. Этот тоже метод разработан только недавно. Мы теперь имеем возможность ранних эмбрионов не только получать, но, так сказать, их и длительное время хранить в условиях глубокого охлаждения. И после этого охлаждения, значит, можно их использовать или в этом хозяйстве, или перевозить на очень далекие расстояния. Ну, а чтобы показать, насколько реально увеличить коэффициент воспроизводства коровы, вот уже имеются здесь тоже, вот от коровы, которые характеризуются очень высокой продуктивностью, около 8 тысяч килограмм, получено 4 теленка. Выращены они, конечно, развивались в матке других коров. Таким образом, в результате этих исследований и уже производственной проверки мы имеем от отдельных животных 85 потомков, от использования методов трансплантации, пересадки. Кроме того, имеется потомство, полученное в очень отдаленных от этого института местах, в предгорьях Казахстана, в ряде других мест. Так что география расширяется. Ну, и что особенно важно и ценно, что получены первые 7 потомков от ранних эмбрионов, которые были предварительно заморожены и хранились. Ну, а сейчас, наверное, нам уже, Николай Иванович, надо начинать операцию, потому что животное застоялось. Давайте приступим к работе. Казахстан 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 Здесь хранятся яйцеклетки. Отсюда их извлекут, заморозят, и так они будут храниться столько, сколько нужно. В таком виде их доставят в любой район страны. Там их разморозят и имплантируют, привьют животного. Субтитры сделал DimaTorzok Казахстан 些лодинный ук